Здравствуйте! Хочу рассказать про мертвые зоны. Немножко больше информации хочу добавить. Хочу рассказать о том, что мы должны видеть в зеркале, как мы должны видеть машину при перестроении. Вот сейчас я вам покажу ролики более подробно, как это будет выглядеть. Смотрите, сейчас у нас две полосы в одном направлении. В крайнем левом ряду мы видим крайний левый ряд, и за ним идет уже клумба. То есть мы знаем, что оттуда выехать никто не может. То есть мы в крайнем правом, у нас есть сбоку еще один ряд. Мертвой зоны в нем практически нет. То есть она есть, но она минимальная. То есть, скажем, когда машина в зеркале пропадает, она появляется у нас уже в боковом зрении. То есть мы видим ее вначале в зеркале, потом она у нас пропала. Мы должны визуально подтвердить, что она у нас проехала, и потом перестраиваться. Потому что бывает, человек смотрит в зеркало, она в зеркале только проехала, он пытается перестроить, она перестроится. А она у него на самом деле находится еще под бортом. Поэтому визуально убедились, что она проехала Перестроились Сейчас я вам покажу медленно Как это будет выглядеть Как мы будем в зеркале видеть, возможно в другом Сейчас я вам покажу Смотрите, вот машина Смотрите, я сейчас увеличил камеру Вот машина у нас, скажем, в крайнем правом ряду Я нахожусь в крайнем левом Машина, конечно, припаркованная Но я сделаю имитацию, так как будто она к нам едет То есть я на самом деле буду сдавать назад Смотрите, в зеркало То есть мертвой зоны, видите, мы ее видим То есть мертвой зоны у нас пока нет У нас ее нет, у нас ее нет Вот, и машина уже, смотрите, даже вот сейчас будет в зеркале Ее уже в стекле будет видно, смотрите Видите, то есть машина уже Боковым зрением вы ее в любом случае видите То есть мертвой зоны у нас нет То есть в зеркале мы еще видим зад машины Припаркованной И мы ее видим уже боковым зрением Поэтому мертвой зоны у нас практически нет Если, конечно, вы будете Ехать в крайнем правом ряду И вам надо перестроиться в крайний левый И очень часто бывает, что крайний правый Гораздо шире, чем крайний левый И очень близко вы под бровкой едете То, конечно, может быть, что если расстояние между вам большое То есть практически как три ряда То, конечно, может быть, что Там все-таки будет мертвая зона Но обычно, если две полосы, то мертвой зоны практически нет То есть, скажем, если машина возле вас проезжает Вы ее видите вдалеке Она едет, едет, едет Потом, когда она в зеркале пропала Визуально головой вы ее уже будете видеть Видите, вот машина наша То есть и в зеркале мы еще зад ее видим Поэтому мертвой зоны у нас просто не будет Смотрите, сейчас когда я доеду до того момента Как она вообще пропадет Смотрите в зеркале Вот она вообще пропала При этом машина уже, видите, сравнялась ровно с нами Поэтому мертвой зоны, когда две полосы в одном направлении Практически нет Вот Сейчас покажу еще Один моментик Смотрите При перестроении Скажем, если вы видите в зеркале В боковом машина полностью у вас влазит В зеркало То есть вы ее полностью видите Значит она находится уже сзади вас Смотрите, я вам сейчас покажу Видите, машинка сзади Но вы должны учитывать скорость движения автомобиля По соседнему ряду Скажем, вы едете со скоростью 20 км По соседнему ряду машина едет Со скоростью 60 Если вы на той же скорости перестроитесь к нему в ряд И он у вас находится настолько близко Вы его подрежете Получается все равно, что вы стоите А он вас догоняется скоростью 40 То есть если мы отнимем Скорость, скажем, вы ехали 20 Он 60 То есть получается, что вы для него как стояли И он ехал к вам на скорости 40 км в час Поэтому вы должны учитывать эту скорость Его То есть не то, что вы увидели Да, он в зеркало в лес Значит можно перестроиться Если вы смотрите в зеркало Скажем, поедете по дороге Он едет с той же скоростью, что и вы едете То есть как это определить То есть вы смотрите, он в зеркале постоянно находится у вас на одном расстоянии, то есть он у вас в зеркале постоянно полностью виден, тогда да, вы можете показать поворот, сдвинуться, а еще лучше, чтобы вы увидели в зеркало салонное, смотрите, вот здесь видите, я камеру перевел, видите, полностью мы его здесь не видим, я сейчас вперед если сдам, смотрите, вот я сдаю вперед сейчас мы его увидим полностью, смотрите вот полностью мы его уже увидели в зеркало в заднее салонное, смотрите я поворачиваю камеру, видите насколько он далеко, то есть гораздо безопаснее будет перестроиться, когда мы увидим его в салонное зеркало. То есть он гораздо будет дальше. Но там тоже мы его не зацепим при перестроении. Но если скорость будет одинаковой. И когда вы перестраиваетесь в соседний ряд, вы должны это делать на опережение. То есть вы, скажем, едете 20 километров по ряду. По соседнему ряду точно так же машина едет 20, скажем, 22. Вы когда перестраиваете в средний ряд, вы должны это сделать плавно наискось и добавить газу, чтобы вы в соседний ряд въехали со скоростью уже не 20 километров, а 25-30 и дальше-дальше разгонялись. Но если это, конечно, возможно, если не препятствует вам еще впереди. Поэтому на той же скорости мы практически не выдвигаемся. Обычно всегда это делают люди на опережение. Чтобы заднюю машину не поджать и не тормозить ряд, в который вы выехали. Чтобы вы не въехали в одном ряду 20 километров или 30, выехали в соседний ряд и там с той же скоростью едете. Если скорость потока соседнего ряда, скажем, 50, значит вам нужно быстренько делать 50 километров разогнать и ехать со скоростью потока 50 километров в час. Чтобы машины, которые едут в этом ряду, вас не спотыкались и вас не объезжали. Если машины объезжают вас тут слева, тут справа, значит вы едете не с той скоростью, значит вам нужно менять ряд, заезжать в крайний правый. Потому что вы едете медленнее, чем поток. Смотрите, что такое мертвая зона. В зеркало мы смотрим и видим, в крайнем левом ряду есть автобус, но он далеко. Поворачиваем камеру, а тут стоит целый автобус, который мы не видим в зеркале. Видите? Мы видим автобус аж дальний, фиолетовый. А здесь смотрите, я вам сейчас камеру так заверну, видите, вот мы видим аж дальний автобус. Целый автобус мы в зеркале не видим. Вот там может быть также фура, может быть также любая машина. То есть крайний левый ряд, видите, мы видим соседний ряд, второй ряд. Второй ряд у нас практически не в мертвой зоне. Крайний левый, третий ряд мы не видим, что происходит полностью. То есть мы видим, но вдалеке. Видите, здесь автобуса нет, а здесь он есть. Фактически, видите, в зеркале нет автобуса. Вот, это мертвая зона. То есть как ее увидеть? Как эту мертвую зону? В основном люди поворачивают мельком голову. То есть поворачивают влево, поворачивают вправо, то есть через плечо. То есть посмотрели, быстренько вернули голову. Посмотрели влево, посмотрели вправо. То есть влево перестраивайтесь, показали поворот, посмотрели в зеркало. Машины нет, быстренько крутнули голову, убедились, что ее там нет. Перестроились. Это и есть мертвая зона. Буду добавлять для вас еще полезную информацию. Если понравился ролик, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Счастливо!